Веришь ли ты напрасно? 1 Коринфянам 15 главу мы открываем с вами и будем читать с 13 по 19 стих. 1 Коринфянам 15 глава с 13 стиха по 19 стих. Я читаю. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша щетна. Щетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскресал, если, то есть, мертвых не воскресают. Ибо, если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша щетна. Вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христос погибли. И если мы в этой толке жизни надеемся на Христа, то мы не частнее всех человеков. Проповедую сегодня на тему, веришь ли ты напрасно. Верим ли мы напрасно. Не напрасна ли наша вера. Согласно этому местописанию, мы видим силу воскресения Иисуса Христа. И мы видим, что означает воскресение Иисуса для нас. Если бы Иисус не воскрес из мертвых, и есть люди, которые утверждают, что это какая-то сказка, что Иисус не воскрес, но слава Богу, что мы хоть верим в этом, мы хотя бы верим. Осталось, чтобы эта вера стала действующей верой. Осталось, чтобы эта вера наша во воскресение Иисуса Христа, чтобы мы прикрепились к этой вере. Действия, которые подтверждают, что мы действительно верим, что Иисус воскрес из мертвых. В 13 стихе мы видим, что если нет воскресения, то Иисус бы не воскрес, значит нет воскресения. Но самое главное, представьте себе, если бы Иисус не воскрес, это значит, что проповедь наша щетна. Это значит, что весть, которую мы не съем, слова, которые мы не съем людям, это щетно, это впустую, это бессмысленно, если бы Христос не воскрес. И давайте сейчас посмотрим в вторую сторону. Но Иисус воскрес. Мы сегодня говорим, что Христос воскрес, воистину воскрес, то есть точно воскрес, серьезно, без сомнения. Он воскрес, мы видели Его, Он явился нам, Он есть в нашей жизни, Он меняет наши жизни. Если Он воскрес, и мы знаем, что Он воскрес, тогда проповедь, которую мы не съем, тогда Евангелие, которую мы не съем, тогда служение, которое мы не съем, нещетны. Они нужны, они целевые, они что-то пробивают, они достигают цели, имеют смыслы в нашей проповеди, имеют смыслы двигаться в нашем призвании, имеют смысл развиваться в наших призваниях, в наших проповедях, потому что эти проповеди нещетные. Христос воскрес, и наши проповеди нещетные. Христос воскрес, и наши проповеди, это не какой-то бред, это жизни несущие. Они пробивают что-то, они разгоняют тьму неверия, они разгоняют тьму болезни, они разрушают все дела дьявола. Благодаря тому, что Христос воскрес, и я понимаю, что Он воскрес, если вы понимаете, если вы живете в этом осознании, тогда ваши проповеди, ваши Евангелия, то, что вы свидетельствуете другим людям, нещетные. И что это значит? Это значит, я буду продолжать проповедовать. Это значит, я не убавлю темп, это значит, я не замолчу, потому что моя проповедь, мое свидетельство, Евангелие Христа, которое я несу, это нещетный. Даже когда люди мне говорят, что ничего с этого не видят, я только буду смеяться, потому что моя проповедь нещетный. Если мой ребенок скажет, мама, ничего не будет, я только буду смеяться, потому что что-то будет, что-то будет, потому что наши проповеди нещетные. Мы просто не говорим в воздухе. Мы не говорим в воздухе. Христос воскрес! И наши свидетельства, и наши проповеди, они нещетные. Они пробивают неверие. Они разрушают неверие. Они не приводят людей ко Кресту. Воздайте Богу славу. Воздайте Богу славу, что Христос воскрес, и наши проповеди нещетные. Халлелуйя! В 14-м стихе, это было в 14-м стихе, а если Христос не воскрес, то и проповеди наши щетные. Но слава Богу, Христос воскрес, и проповеди наши нещетные. В 15-м стихе, если Христос не воскрес, а воскресение Христа это центр, это центр нашего Евангелия. Это то, что держит. Крест это то, что держит нашего Евангелия. На этом все упиралось, на этом все лежалось. Мы всегда говорим, что Он воскрес для нашего оправдания, Он воскрес для нашей жизни, Он воскрес для нашего жизни. Вот это слово воскресение, если мы уберем воскресение христианства, все, уже ничего не осталось. воскресение. И в 15-м стихе мы видим, что мы оказались бы и лежи свидетелями. Помните прошлое воскресенье, когда мы читали местописание от Матфея, 27-я глава, и когда первосвященники подходили к Пилату и говорили, что мы вспомнили, когда этот обманчик, помните, вот этот обман, и здесь тоже, если бы Христос не воскрес, тогда мы были бы с вами обманчиками. Мы бы несли что-то, чего нету. Мы бы имели страсть на что-то, которое не существует. Но благодаря тому, что Христос воскрес, и мы знаем, что Он воскрес, потому что Он воскрес в нашей жизни, и мы видим силу Его воскресения каждый день, мы с вами сегодня являемся истинными свидетелями, свидетелями правды, свидетелями истины, и мы свидетельствуем что-то, которое есть, которое будет вечно. Мы не есть свидетелями, но мы есть истинными, серьезными, прочными свидетелями, Мы свидетельствуем о том, что слышали, о том, что видели, о том, что пошупали, потому что мы переживаем силу Христа в себе, мы не придумаем, мы не обманываем ни себя, мы не обманываем никого. Благодаря воскресению Иисуса Христа мы сегодня с вами есть истинными, справедливыми, правдивыми свидетелями Христа. Воздайте Богу славу. Халлелуя. 17 стих. А если Христос не воскрес, то вера ваша щетна. То же самое мы можем видеть в 13 стихе вторая часть. Щетна и вера ваша. Из 17 стих. Вера ваша щетна. Если Христос не воскрес, не только то, что мы несем щетно, не только эти слова щетны, но вера наша. у каждого человека есть вера. Есть разные уровни веры. Когда-нибудь будет возможно свидетельство, есть разные уровни веры. Но если бы Христос не воскрес, тогда наша вера тоже была бы щетной. Кто бы хотел, чтобы ее вера была щетной? По-моему, нету таковых. Веришь, лети напрасно. Но благодаря тому, что Христос воскрес, моя вера нещетна. Моя вера на вечную жизнь нещетна. Моя вера на проявление принципа Санства Божьего, пока я живу на земле, нещетна. Моя вера, что Бог проявляет милость до тысячи моих родов нещетна. Моя вера в том, что все колено приклонятся, и все уста буду исповедовать, что Иисус Христос нещетна. Моя вера в том, что Он не оставит меня, Он не покинет меня, но Он будет являть Его славу каждый день моей жизни нещетна. Моя вера в том, что Он воспоминет всякую мою нужду по богатству и славе Его нещетна. Моя вера в том, что Он мой исцелитель, Он мой Игова Шама, Он мой мир, Он Игова Рафа, мой исцелитель, Он жадай, Он мой мир, Он мой покой, Он несет меня в руках, Он держит меня, Он несет меня на орлине крыльях, Он любит меня нещетна. Христос воскрес и моя собственная вера нещетна. Моя вера будет оправдана, потому что Христос воскрес, воздайте Ему славу. Халлилуйя! В 17 стихе Вы еще во грехах ваших. Если Христос не воскрес, тогда вы имеете право оставаться в ваших грехах. если бы Христос не воскрес, тогда любой грех имеет власть над вами. Но Христос воскрес, поэтому грех больше не имеет власть над вами. И если сегодня грех имеет власть над вами, значит Христос еще не воскрес в вашей жизни. Если есть какая-то привычка, если есть какой-то грех, который держит его грязную руку на вас до сегодняшнего дня, значит Христос еще не воскрес в вашей жизни. И вы должны сбунтовать против этого. Вы должны сказать злу, вы должны сказать грехам, вы должны сказать обстоятельствам против сторонней, что Христос воскрес и я уже не во грехах моих. не в моих болезнях. Я уже не в моих прошлых. Христос воскрес и я уже не в моих грехах. Он освободил меня. И вместо грехов Он дал мне праведность во кресте Иисусе. Благодаря тому, что Христос воскрес дорогой брат, дорогая сестра, я уже не в моих грехах. Я освободилась сет расстогнута и я избавилась. Все то, что держало меня, я уже не в грехах словесных, я уже не в грехах в голове, в разумах, я уже не в грехах, делах, я не в грехах, я в истинах, я в праведности. Христос воскрес и Он вытащил меня от моих грехов. И сейчас я живу на праведности. Он разбил силу грехов надо мной. Христос воскрес во истину Он воскрес и я уже не в грехах моих. Воздайте Богу славу. Если вам уже больше 15 лет, вы уже должны потерять кого-то любимого своей жизни. Это может быть друг, это может быть родственники. Чем старше мы становимся, тем больше мы теряем кого-то, тем Боже мы бываем на похоронах. Если бы Христос не воскрес 18 стих тогда умершие во кресте погибли бы. Но сегодня я здесь и Бог говорит через меня, что Он воскрес и наши любимые, которые умерли во Христе Иисусе, они не умерли как собаку. Нет! Наши любимые, которые умерли во Христе Иисусе, они не погибли, мы их увидим. Все благодаря тому, что Христос воскрес. Первое послание Фессалоникису, четвертая глава, там написано, что мы не скорбим, как не имеющую надежду. у нас есть серьезная, четкая надежда, что мы увидим всех наших любимых, которые умерли во Христе Иисусе. Почему служение по больницам очень важно? Люди близко к смерти, и очень важно, чтобы они умерли во Христе, чтобы мы могли их увидеть. Если мы будем оставаться во Христе, тогда не будет разъединения. Мы увидим это все благодаря тому, что Христос воскрес. Следующий 19 стих И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы не честнее всех человеков. если бы наша вера только для этой жизни, чтобы мы как-то прожили, потому что нужна вера, нужно позитив, нужно как-то выжить. Если вера во Христе, это просто здесь, это только как-то чтобы мы дожили здесь. Павел говорит, что самого несчастного человека кроме таковых он не видел. несчастнее и всех людей. Это центр моей проповеди. Это то, что Бог хочет донести до нас сегодня. Мы несчастные люди, если мы верим напрасно. Если наша вера не не выходит за рамки этой жизни, этой земли, надо нас жалеть. Просто надо нас жалеть. Мы бедны. Знаете, как бедны того, бедны того. Мы бедны. основной упор воскресения Иисуса Христа это как раз не здесь, это после. Он воскрес значит я воскресню. Он воскрес значит я воскресню. А когда нужно воскресение? Воскресение нужно после смерти. И представьте, если наша вера только до смерти, тогда теряется смысл, теряется суть воскресения. Когда же нужно воскресение? Когда же мы уподобимся Христу воскресения? Мы уподобимся Христу воскресения аж после нашей смерти. Реально воскресение будет после смерти. А если мы уже поставили стоп, если у нас уже свой потолок дожить, мы не доживаем. Мы больше не умираем. верующие во мне не умирают, а если умрут, оживут. Мы не умираем. Они не умирают, а если умрут, оживут. Если моя вера, то как-то жить здесь, когда я верю напрасно. 25, 26, 27 стих. Ибо ему надлежит царствовать, доколе не сложить всех врагов под ноги его. Последний же враг истребится смерть, потому что все покорил под ноги его. Когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все. в этом месте написано, что последний враг, который будет уничтожен, это какой? Последний враг, который будет уничтожен, это что? Последний враг, который будет уничтожен, это что? Вот в этом сила воскресения Иисуса Христа. Иисус смотри, смеет лицо в лицо. Иисус, будучи живым, Он говорит, я умру, но я воскресну. Любой человек убегает от смерти, как можно. Суд жизни для многих людей подальше. Мы все поняли, что мы умрем. Если бы мы можем не умереть, мы бы постарались, чтобы не умереть. Но мы все смирились с этим, что мы умрем. И мы говорили, хорошо, умру, но давай чуть-чуть попозже. Давай не сейчас. Если мы будем спрашивать людей в миру, я тут не буду спрашивать, если мы будем спрашивать людей в миру, а вы хотите умереть? Нас расстрелят. Что за шушь? Что за вопрос? Кто хочет умереть? Все убегают от смерти. Но во кресте Иисусе, в силу воскресения креста, мы уже сегодня победили смерть. Последний враг, который будет уничтожен, это смерть, и Иисус уничтожил смерть. Он своею смертью поправил, поправил, поправил смерть. Он уничтожил. И что это значит для меня сегодня? Это значит, что воскресение Иисуса Христа изменило полностью мое мышление. Воскресение Иисуса Христа освободило меня от страха. Потому что первый страх у людей это страх смерти. Это первый страх, который мучает любого человека. Это страх смерти. Иисус освободил нас от силы, от страха смерти. И мы и мы уже не боимся умереть. В воскресенье, когда у нас было годовщина, и когда сказали, что заминировали вот это место, как приятно было слышать от некоторых, когда люди сказали, если умрем, умрем. Лучше умирать здесь. Лучше умирать всех. Как приятно было. То есть мы перестали бояться смерти. Мы каждый день умираем. Мы не убегаем от чего невозможно убегать. Зачем убегать от смерти, когда ты можешь его победить? Дьявол держит людей в руках. Я убью тебя. Ты умрешь, ты умрешь, ты умрешь. И люди уже не живут. Заботясь о смерти, уже не живут. А Бог дал нам победу на смерти. И мы начали жить. И мы начали развиваться. воскресенье Иисуса Христа меняет наши отношения. И мы перестаем быть боязливыми. Мы перестаем быть стеснительными. Мы перестаем быть опасающими. Я боюсь того. Я боюсь то. Я то не могу делать. Я то не могу. Боюсь, боюсь, боюсь. Воскресенье Иисуса Христа освободил нас от страха. Написано, что не дай нам духа страха. Есть это в вашей Библии или нет? Благодаря воскресенью Иисуса Христа. Вместо страха Он дай нам любовь. Он дай нам целомудрие. Он дай нам силу. Если в вашей жизни нет силы, если в вашей жизни нет смелости, тогда ваша вера напрасна. Потому что вера приносит силу. Вера приносит отважу, отвагу, смелость. Потому что вы победили смерть. Вы уже умерли до того, когда вас убили. Если человек скажет я тебя убью, скажи я уже умер, тебе уже не надо. То есть я уже сэкономил и средств, и усилия. Не треба, не надо. Если человек говорит я тебя убью, скажи я уже мертв. Можешь уже не заботиться об этом. Иисус помог тебе, и я тоже помогаю тебе. Мы уже метвы, но ожили во кресте Иисусе. Смелость, отвагу, целой жизни приходит к нам благодаря воскресению Иисуса Христа. И это делает нашу веру реальной. Это делает нашу веру живым. И все то, что случилось с Иисусом, случится с нами. Иисус жил на этой земле, и мы живем. Иисус умер, Иисус перенес гонение, мы переносим гонение, и мы умрем. Иисус воскрес, и мы с Ним воскреснем. Сегодня мы должны напоминать себе, что где бы смерть меня не застала, это не страшно, потому что я оживу. Я оживу. Иисус ожил на третий день, я не знаю на какой день я оживу, но я оживу, потому что верующие в Него живут вечно. В Нем нет смерти. Мы сеем нашу жизнь, мы побеждаем смерть сегодня, и мы сеем нашу жизнь для высокой цели. Мы рискуем сегодня благодаря воскресению Иисуса Христа. Мы рискуем нашу жизнь, то есть мы не боимся смерти, мы рискуем нашей жизни, но не ради палочки, нет, мы рискуем нашей жизни для чего-то великого, для высшей цели. Сейчас можно понять Павла, когда он говорит, что я стремлюсь к высшей цели. Дорогие мои, есть высшая цель, есть высшая цель, есть высшее предназначение, которое высвобождается благодаря воскресению Иисуса Христа. И мы не сможем достичь этой цели, пока мы не победим смерть. Мы побеждаем смерть и ставим, ложим наши жизни на артар, дабы достичь высокой цели, высшей цели, высшего предназначения, которое Бог имеет для нас. Потому что пока семья не умрет, не оживет. Пока я не умру сегодня для себя, пока я не перестану бояться, я не увижу славу Божию в моей жизни. Я не увижу сокрытие сокровища, которые Бог имеет для меня. Что еще нам дает воскресение Иисуса Христа? От Луки 12 глава 4 стих написано не бойтесь тех, которые могут убить тело, но душу не повредить, но бойтесь того, кто может убить тело и душу. Кроме того, что мы не боимся смерти, мы перестаем бояться людей. Скажите, перестаем бояться людей. Бог освободил нас от страха человека. Это все благодаря воскресению Иисуса Христа. Воскресение Иисуса Христа принос большую надежду в нашей жизни, огромную надежду, надежду славы, надежда, которая не умирает. Мы получаем надежду благодаря воскресению Иисуса Христа. Следующее. Благодаря воскресению Иисуса Христа у нас есть высокие моральные ценности. те, которые не понимают, те, которые не верят в воскресение Иисуса Христа, говорят, будем кушать, будем пить, гуляй, душа моя, потому что завтра мы умрем и точка. но потому что у нас точки не будет. Мы понимаем, что когда мы умрем, именно тогда все начинается. Поэтому мы не можем пить, как Астани, мы не можем кушать, как Астани, мы не можем гулять, как Астани, надеяться что-то не-не-не-не-отчетность. Мы знаем, что мы должны дать отчет за все то, что мы делаем. Поэтому это помогает нам иметь высокую моральную ценность. Там, где другие могут позволять себе делать, что хотят, мы не позволяем себе, потому что Бог везде суще, и мы каждый даем ему отчет, поэтому мы не можем позволять себе, поэтому верующие это самые моральные люди, поэтому мы не блюдим, поэтому мы не курим, поэтому мы не пьем, поэтому мы не используем праздные слова, у нас высокие стандарты везде, высокие стандарты в семье, высокие стандарты в институте, высокие стандарты в обществе, почему? потому потому что Христос воскрес из мертвых и если я умру воскрес и мне надо дать отчет высокие стандарты почему другим другим можно а нам нельзя потому что мы верим воскресение Иисуса Христа все не заканчивается здесь все только начинается после смерти и заканчивая проповеди хочу сказать четыре стандарты самые лучшие новости мира пришло от гроба самая лучшая новость самая лучшая новость для мира для человечества это пришло с гроба Иисуса Христа когда он говорит чего вы ищете воскресшего Иисуса в гробе его тут нет не ищите живого среди мертвых это самая лучшая новость для всех людей мира всего Мартин Лутер сказал Наш Наш Господь написал обетование о воскресении не только в книгах а также на каждой листью деревни Наш Господь написал обещание о воскресении не только в книгах но мы видим обещание о воскресении каждой весна когда листья расцветают листья умирают падают но оживляют и точно так же будет с нами надежда упование мы не умрем ничего не заканчивается как люди обманывают себе когда ну налаживают руку на себя как люди обманывают себя когда совершают самоубийство когда люди говорят я уже не могу это выдержать я ну я ну как я убью себя о как они ошибаются даже через самоубийство ты не убежишь иисус воскрес через самоубийство не убежишь ты встретишься с ним обещание о воскресении моего о воскресении вашем не только в книгах природа проповедует о том что мы воскреснем третий томас Watson сказал мы более уверены что мы воскреснем мы более уверены что мы видим из гроба чем мы уверены что мы станем с кровати с кровати мы ложимся спать и мы уверены что мы станем завтра я то сделаю завтра я то сделаю но для верующего верующий человек более уверен что он видит из гроба чем что он станет с постели мы с вами должны быть более уверены что мы воскреснем и смертви чем что мы станем с кровати кровать это мелочи это ничего придет один день вы не станете с кровати но из гроба точно вы станете воздайте Богу славу последний Иисус открыл дверь который был закрыт смертью первого человека он встретиться сражаться и победил царя смерти и с этого времени все стало иначе Иисус открыл дверь который был закрыт со смертью самого первого человека он встретился сражался и победил царя смерти и с этого дня все стало по-новому моя молитва вам сегодня чтобы с этого дня сегодня когда мы празднуем Пасху Господне чтобы все стало иначе вашей жизни давайте станем будем молиться напрасно ли ваша вера если смелость если надежда если уверенно если что-то которое больше жизни здесь на земле победили ли вы смерть как наш Бог встретился сражался и победил царя смерти ученик не больше учителя если Иисус встретился сражался и победил царя смерти вы тоже встретитесь с ним сражайтесь с ним и победите смерть скажите смертью я побеждаю тебя скажите болезнью я побеждаю тебя скажите похоть я побеждаю тебя скажите всякому неустройству я побеждаю тебя потому что Иисус умер и воскрес для моего оправдания для моей победы для того, чтобы смерть и грек больше не доминировал надо мной чтобы смерть и грек больше не восторжествовали надо мной но чтобы я жила для жизни чтобы моя жизнь давала жизни, чтобы моя жизнь не давала разделение но чтобы моя жизнь давала единство Господь, мы благодарны Тебе за сегодня Мы благодарны Тебе за слово жизни Мы благодарны Тебе за слово воскресения Спасибо за смелость, которая приходит Благодаря Твоему воскресению Спасибо, что благодаря воскресению Я, женщина, могу стоять и проповедовать Твоего слова Боже, мы благодарны Тебе за смелость, за помазание, за освобождение, которое приходит. Я благодарю Тебя за победу над страхом, за победу над честнительностью, за победу над делами плотью, благодаря воскресению Иисуса Христа. И в силе, в осознании, дабы знать Его, и в силе Его воскресения. Дабы знать Его, и в силе Его воскресения. Боже, я молюсь, чтобы Твой народ познали Тебя, познали силу Твоего воскресения. Ходили в силе, ходили в свободе воскресшего Христа. Оживи, оживи, оживи в сердцах каждого из нас, и чтобы мы несли Твое воскресение до края земли во имя Иисуса Христа. И все сказали, воздайте Ему славу. Воздайте Ему славу.